МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпает. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Онкология не приговор. 4 февраля день борьбы против рака. Осторожно, газ. В Нижнем Новгороде прогремел взрыв. Старому кораблю новую жизнь. Участники клуба армира ремонтируют шхуну. Далее расскажем обо всем подробно. Карантин для граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19, будет отменен. Из-за особенностей эпидемического процесса омикронштамма ограничительные меры теряют смысл, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Когда это произойдет, она не уточнила. Нужно время, чтобы оформить необходимые документы. Это особенность эпидемического процесса именно для омикрона. Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика. Ведь она связана со свойствами возбудителя. Свойства омикрона – очень быстрая передача, незагруженность койк и очень большое количество, что важно без симптомных носителей в удельном весе. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. «Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», сказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, в стране около 17-20% граждан болеют бессимптомно. В некоторых регионах этот показатель заметно выше. В Москве – 40%. Несмотря на легкое течение болезни, важно сдавать тест на коронавирус, отметила глава Роспотребнадзора. Это поможет отличать COVID-19 от других заболеваний. Например, от гриппа. Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Это еще один повод вспомнить о своем здоровье, пройти обследование, даже если объективно ничего не беспокоит. А для людей с диагнозом онкологии этот день – возможность услышать вдохновляющие истории тех, кто сумел победить недуг. Одна из таких историй в нашем следующем репортаже. Онкология – диагноз, который может разделить жизнь на «до» и «после». Каждый, кто столкнулся с этим недугом, знают, насколько тяжело физически и эмоционально переживать период принятия, а потом и изнурительного лечения. Ольга Бартаковская узнала о раке груди в 2019 году. Как только она почувствовала новообразование, то незамедлительно обратилась к врачу. Неутешительные результаты обследования открыли совершенно новый период в жизни Ольги. Начался путь сдачи анализов, какие-то дополнительные исследования. Вот этот путь был самый сложный, когда ты, в принципе, уже знаешь, что у тебя онкология, что время работает против тебя, но тебе нужно время для того, чтобы вот этот вот путь пройти, подготовиться к операции и к лечению. Уже после первой химиотерапии врачи заметили у Ольги положительную динамику, но еще месяц женщине не пришлось восстанавливаться после курса химии. Затем последовала операция, в результате которой Ольге удалили две груди. Как ни парадоксально, но то время, когда Ольга боролась с онкозаболеванием, не сломила дух Ольги, а подарила только еще больше сил и вдохновения для нового этапа жизни. Я начала думать вообще, что со мной происходит, что со мной происходит, что я чувствую, почему я это чувствую. И вот этот вот путь, он оказался для меня самым верным, когда я начала находить какие-то там обиды, с которыми я там жила уже даже 30 лет, 20 лет. И стала разбираться в себе, стала развиваться в этом направлении, интересоваться. Сейчас Ольга работает консультантом по работе с эмоциями, помогает людям и делится с ними своими личными опытом и знаниями. Прошлое с онкозаболеванием помогло женщине переосмыслить настоящее. Если вы узнали о страшном диагнозе, то Ольга советует не опускать руки, но и не сдерживать эмоции. Дайте себе их пережить и выплеснуть. Включите режим энергосбережения и отнеситесь к себе с вниманием и заботой. Вникайте в лечение, контролируйте процесс лечения, потому что нам кажется, что кто-то нам должен что-то. Никто нам ничего не должен. То есть наше здоровье – это наша ответственность. Занимайтесь сами, спросите, не бойтесь спрашивать врача, лучше задайте миллион вопросов. Самое главное, что нужно запомнить – дорогу осилит идущий. Не теряйте надежды на выздоровление, берегите себя и не занимайтесь самолечением. Светлана Ярунова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Центр поддержки предпринимательства приглашает на вебинар из офлайна в онлайн. Шесть способов применить новую модель продаж. Ведущий – спикер федерального уровня Сергей Семенов. Вебинар пройдет 9 февраля с 10.00 до 12.30 в Зум-конференции. Подробности в ЦПП. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На едином портале государственных услуг теперь можно будет проводить публичные слушания с участием жителей муниципальных образований. Появление нового сервиса позволит сделать более доступным участие граждан в решении вопросов местного самоуправления. Кроме того, дистанционный формат слушаний отвечает требованиям эпидемиологической безопасности. С помощью портала Госуслуг жители смогут заранее узнавать о дате и времени проведения слушаний, а также знакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, например, с проектом местного бюджета или стратегией социально-экономического развития муниципалитета. Народные избранники согласовали размер платы за пользование жилым помещением, платы за наем для нанимателей жилых помещений, который повысится на 4,9%, в том числе в связи с увеличением платы за капитальный ремонт. Этот вопрос обсуждался ранее на заседании Комитета Гордумы по экономике, промышленности, развитию предпринимательства. 4 февраля прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. В ней приняли участие 95 стран, в том числе и сборная России, которая из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России. Знаменосцами российской команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Почти 50 человек эвакуировали из-за взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. В чем причина ЧП и есть ли пострадавшие? Расскажем далее. Взрыв прогремел вечером 3 февраля на пятом этаже в доме номер 30 по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, причина – неосторожное обращение с газовым оборудованием. Один из жильцов пытался самостоятельно остановить в квартире газовую плиту. В результате взрыва пострадали двое. У женщины случился гипертонический криз. Ей оказали помощь на месте. Мужчина получил ожоги 75-80% тела и был госпитализирован. Им оказался 46-летний сотрудник ННГУ имени Лобачевского. По информации паблика «Регион 52», мужчина выращивал дома галлюциногенные грибы, за что днем суд вынес ему приговор 3 года условно, а уже вечером в его квартире прогремел взрыв. Погибших нет. Из дома эвакуировали 49 человек. Более 120 человек и более 30 единиц техники работают на данной чрезвычайной ситуации, в том числе от МЧС России, более 50 человек и 18 единиц техники. В данный момент все заинтересованные органы власти занимаются установкой причин и принятием всех необходимых мер, в том числе по работе с населением. Работают психологи, работает администрация, все заинтересованные органы власти. Пункт временного размещения развернули на базе 185-й школы Нижнего Новгорода. Сюда обратилось 12 человек. Гражданам оказывается вся необходимая психологическая помощь. Кроме того, в пункте организовано горячее питание. К сожалению, подобные случаи не редкость. Порой даже простое приготовление ужина может закончиться трагедией. Поэтому всегда нужно помнить простые правила безопасности. Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. То есть, если вы приготовление пищи, то нужно все время быть рядом, чтобы не происходило заливание горелки, загазованности помещения. Обязательно проверять работу вентоканалов, домоходов. Газовое оборудование требует особого внимания не только, когда его используют. Требования безопасности нужно неукоснительно соблюдать всегда. Когда не пользуетесь плитой, закрываем все краники на плите, закрываем кран на газопроводе. Утечка может быть не только в плите, она может быть в соединениях каких-то. Исправность газового оборудования проверяют раз в год. При этом сотрудники газоснабжающей компании осматривают инженерные коммуникации в подвалах, подъездах. Если специалисты обнаружат падение газа в трубах, то это значит, что где-то есть утечка, которую нужно немедленно устранить. Самовольное подключение газовых приборов запрещено, потому что это может привести к летальному исходу. И даже не то, что они себя этой опасности подвергнут, они подвергнут опасности и окружающих. О проблемах с газовым оборудованием можно узнать и по оттенку пламени в комфорках. Его цвет зависит от поступающего в систему кислорода. Если жильцы видят, что пламя у них стало оранжевого или желтого цвета, то необходимо обратиться в газовую службу, потому что пламя на самом деле должно быть такой голубоватый, фиолетовый цвет иметь. При любых проблемах с газовым оборудованием следует звонить по телефону 04. Анна Пилипец, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Анфиса Мухина На самом деле это делается не так сложно. Сначала делается набросок на альбоме, потом рисуется на большом листе, потом уже через большой листок, через кальку переводится на глину. Потом, когда я сделала, она обожглась, потом, когда вышла, я ее раскрасила глазурью, и она еще раз вошла в печку. На отделении керамики дети учатся 5 лет. На первом курсе они изучают народные промыслы, знакомятся с дымковскими, филимоновскими, каргопольскими игрушками, получают базовые навыки керамики. Каждый год программа усложняется. Ученики продолжают выполнять работы на различные темы. При этом они уже используют несколько техник создания деталей. Чем керамика хороша, то здесь каждый ребенок и каждый мастер, скажем так, взрослый даже, кто если ходит, может найти свою нишу и свой стиль лепки, который подойдет именно ему. Даже чем это хорошо? Некоторым детям не свойственна аккуратность, но есть техника лепки, скажем, из пластов и техника лепки панно, где не надо тонкой проработки деталей. А оно и как раз и большие эти детали эффектно сказываются на этой лепке. Всероссийская выставка «Гончары России» проходит раз в три года. Работы Анфисы Мухиной, ученицы второго курса «Объединение исток» и преподавательной Снежаны Калинкиной вошли в каталог конкурса. Это был конкурс «Гончары России. Народные традиционные промыслы и игрушки». Мы посылали с ней, так как мы изучали абашевскую игрушку, прошла абашевская ее игрушка. По окончанию выставки работы саросских авторов вернулись в кабинет керамики детской школы искусств номер 2. Сейчас воспитанники этого отделения готовят поделки для участия в городской выставке. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. Новая жизнь шхоны. Участники клуба «Армир» приступили к реставрации и репродукции корабля образца 17-18 веков. Лодка участвовала в ролевых играх и ходила по многим рекам. Но пришло время ремонта. Получится ли восстановить судно и что для этого нужно, узнала наша съемочная группа. Корабль построили в 2014 году специально для водных ролевых игр. Воплощая идею Петра Большакова, участники клуба «Армир» создали судно с нуля собственными силами в течение полугода. За прототип взяли усредненный образ шхуны 17-18 веков. Корабль использовали в разных играх. Он ходил по Волге, Горьковскому водохранилищу, в Москве-реке, озеру Протяжному. И вот пришло время какую-то пользу для нашего города сделать тоже с этим кораблем. Вот опять же инициатор идеи Петя Большаков, который предложил, почему бы нашему кораблю, в связи с тем, что у нас набережная появилась красивая, появилась наконец новая лодочная станция, почему бы ему там не прописаться. Потому что он вполне себе красив сам по себе. И может стать, во-первых, просто арт-объектом, который будет стоять около пристани красиво, рядом с которым можно интересно фотографироваться. Но с годами шхуна обветшала и теперь требует реконструкции. Ребята планируют укрепить ее. Пошить новые паруса, заменить мягкие надувные баллоны, на которых стоит корабль, на жесткую конструкцию, которая была бы и безопаснее, и прочнее. На борту установят салютные пушки и новые электрооборудования. Но денег на ремонт корабля катастрофически не хватает. Прямо скажем, нужны деньги. Значит, если этот корабль нам в 2014 году обошелся примерно в четверть миллиона, то сейчас нам надо, чтобы его модернизировать, с учетом, так сказать, наших денег нынешних, нужно 400 тысяч рублей. Мы устроили сейчас народный сбор денег на платформе краудфандинга «Планета». QR-код здесь у нас есть. Участники клуба «Армир» надеются, что у них получится реализовать свою идею в ближайшее время. Любая помощь ускорит работу над модернизацией шхуны. И если средства будут собраны вовремя, то совсем скоро саровчане смогут полюбоваться новым арт-объектом на пойме реки «Сатис». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!